Добрый день дорогие друзья мы продолжаем с вами говорить размышляя о любви и сегодня я хотел бы поговорить на такую тему которую я назвал как два лица любви одно она библейская другое лицо она мирское общепринятое которое к сожалению хоть мы и называем его мирским но в большей мере она также приемлемо в церкви то есть люди живут этим сегодня в церкви и так первое лицо любви это любовь потребительская любовь которая ищет восполнение собственных нужд ее категории это нравится не нравится хочу не хочу такая любовь очень сильно распространена не только в этом мире как я уже сказал но и в том числе в церкви мы смотрим на людей которые приходят в нашу жизнь мы видим их достоинства их недостатки и это внутри себя мы подбираем подходит нам этот человек или не подходит нравится ли нам его внешность нравится ли нам его образ жизни его привычки его какие-то другие качества как внутренне так и внешне и мы скорее всего его отвергнем знаете вот это вот боль отверженности сам вот этот дух отверженности он как раз и живет условностями вот этого первого лица любви мы постоянно стремимся найти что-то что будет наиболее подходящим для нас мы постоянно стремимся найти того самого или ту самую или тех самых мы ищем лучшую девушку она должна быть идеально как внешне так и внутренне мы ищем лучшего мужа для себя мы ищем того самого мужчину мы ищем ту самую церковь в которой нам будет так хорошо как нигде невзирая на то что ты служитель ноги кстати служители ищут ту самую церковь в которой им дадут делать то что они хотят они то что они должны и вот это вот нацеленность реализовать собственные потребности и делают любовь настолько отвратительной как сегодня и кстати очень многие воспринимают мы ищем этого мы ищем комфорта мы ищем чтобы служили нам мы ищем чтобы наши нужды восполнялись мы ищем ту любовь которая на самом деле не существует мой взгляд мы вообще говорим не о любви мы говорим о похоти мы говорим о вожделении мы говорим о желании которая движет нами нежелание служить желание обладать нежелание отдавать желание принимать я думаю что каждый из нас поранен в этом мире я думаю что каждый из нас нуждается в любви я уверен в том что самая большая нужда современного человека это нужда в любви и когда мы попадаем в церковь да не просто в церкви когда мы знаете мы встречаем какого-то человека и нам кажется что этот человек может полюбить нас мы начинаем строить отношения а если нам кажется что нет мы не строим эти отношения мы постоянно ищем тех людей которые будут дополнять восполнять наполнять давать помогать и так далее никак иначе мы оцениваем этот мир мы оцениваем приходящих нашу жизнь людей либо исходя из того что нам может дать либо из того как он нам может причинить те или иные проблемы насколько труднее или легче станет наша жизнь насколько она будет красивее правильней и так далее мы не пытаемся посмотреть на людей на эти такими глазами человека который может что-то дать мы эгоистичны в своей любви и наверное из-за этого в основном и проблемы в семьях проблемы в церквях проблемы с тем что мы не в состоянии прощать людей проблемы с тем что мы не можем принять людей такими какие они есть а знаете почему все это происходит мы не даст не самодостаточные люди мы не восполнили свою нужду в том чтобы нас любили в том кто действительно может эту нужду восполнить мы не строим отношения с богом как с тем кого мы любим вернее мы много об этом говорим мы даже предпринимаем какие-то шаги мы поем ему песни мы совершаем кита обряды выходим в церковь и жертвам исправно это все здорово но боясь выглядеть безумными боясь чтобы в этом мире нас кто-то не осудил за наше поведение мы стесняемся открыто проявлять нашу любовь к богу мы стесняемся проводить с ним очень много времени мы вообще стали такими знаете стеснительными христианами я предлагаю вам начать двигаться в восполнении своих потребностей у самого могущественного источника который только существует нам стоит прийти к престолу благодати и строить отношения с богом как с нашим возлюбленным как с тем кто любит как с тем кто постоянно 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 жертвует ведь жертвы христовы они не закончились голгофы помните написано если он сына своего не пощадил как с ним и не дарует нам всего он продолжает и продолжает давать нам подарки он продолжает давать нам какие-то знаки оказывать внимание он не перестал это делать до сегодняшнего момента и он никогда не перестанет это делать и вот когда мы с вами строим отношения когда наша молитвенная жизнь не ограничивается воскресным служением или молитвами за пищу или может быть дежурными какими-то семейными или личными молитвами когда мы не приходим к нему только лишь для того чтобы попросить что-то или пожаловаться на кого-то когда мы приходим просто провести с ним время поговорить о каких-то вещах я недавно застал одного своего знакомого когда он молился разговаривая с богом о футболе и знаете сразу первая реакция была что этот человек несколько безумен потому что он какой же человек будет нормальный человек будет говорить с богом о футболе причем это было просто просто беседа человека который делился с богом своими впечатлениями а какой-то там игре но это было только в первое впечатление потому что дальше я увидел что бог реагирует на это бог реагирует и я вдруг представил себе христа который на трибунах какого-то стадиона болеет за какую-то команду строите с богом отношения и ваша необходимость ваша нужда в любви она будет покрыт вы не сможете по-настоящему любить вы не сможете вот получить или явить миру вот это второе реальное божественное лицо любви пока вы не наполните свой сосуд той любовью которую вы намерены будете делиться ведь знаете на самом деле я представляю себе настоящую любовь как постоянное излияние постоянную отдачу постоянное опустошение себя ради других людей и если вы не найдете источник который будет постоянно компенсировать и восполнять быстро закончитесь то что вас наполняет быстро будет осушено люди которым вы будете давать вашу любовь они обязательно попытаются сесть вам на шею они будут тянуть и тянуть и тянуть и тянуть и сначала будете отдавать с радостью потому что у вас есть потом вас наполнит раздражение и закончится все злобой потому что вы высохли из вас вынули все соки в ней вы не просто же не можете ничего дать этим людям уже даже не хотите чтобы они к вам прикасались но люди тоже будут в раздражении потому что вчера и третьего дня не приходили к вам они находили утешение не ходили поддержку не находили любовь а сегодня они пришли у вас этого нет и вот здесь рождается конфликт который никогда невозможно будет разрешить без вмешательства непосредственного вмешательства бога если вы в начале не позаботитесь о том чтобы наполниться любовью вы не сможете отдать эту любовь потому что друзья мы с вами не являемся источниками любви мы являемся теми кто ее отражает вы знаете мы как зеркало мы принимаем свет от солнца и мы передаем его в другую сторону направляя эту любовь на окружающих нас людей прежде всего на близких но если вы не имеете этих отношений с богом если вы не компенсируете то что вы отдаете вы превратитесь в пустыню и это будет хуже чем было до этого поэтому невероятно важно чтобы вы были тем человеком который не нуждается в том чтобы его любили как бы это сейчас так вот сильно не прозвучало но это так прежде чем создавать семью прежде чем вообще заговорить о том чтобы стать служителем необходимо быть на сто процентов уверен что у тебя есть эти отношения с богом ибо будет компенсировать тебе те затраты любви которые ты будешь тратить на этих людей а еще я скажу тебе так вокруг тебя будет столько людей скольких ты вообще способен полюбить писание говорит об этом как о расширенном сердце то есть помните господь упрекает он горит ваше сердце она не способна вместить меня не тесно и наше сердце оно должно быть расширено наше сердце должно быть настолько большим чтобы вместить как можно больше людей и я на сто процентов уверен что наша способность любить зависит от того насколько мы с вами умеем компенсировать те затраты любви нежности принятия прощения которые мы раздаем наше человеческое она заканчивается достаточно быстро меня хватит на пару дней это в лучшем случае при нормальной жизни но если вдруг кто-то из моих врагов активизируется то мне понадобится гораздо больше любви намного больше любви она за пять минут заканчивается искать у него ответы утешаться на его груди наполняться опять его любовью я думаю вы переживали моменты когда вы были чем-то огорчены что-то вас постоянно угнетало у вас были какие-то проблемы и вы приходили в молитве к богу и вам хотелось уже после этой молитвы обнять весь мир вас появлялись какие-то мысли пойти простить вашего врага поговорить с ним сделать какую-то с человеческой точки зрения абсолютную глупость это бог итак друзья первое лицо любви это любовь которая нуждается она ищет отношений то есть это человек который ищет отношений ради того чтобы восполнить а другое лицо любви это когда ты ищешь отношений для того чтобы отдать если ты постоянно отдаешь то на самом деле тебе не нужно искать отношения эти отношения будут появляться сами по себе тебе нужно стать самодостаточным человеком человеком который может и я бы даже больше сказал которого есть что отдать но если ты тот человек от которого постоянно несет раздражением неуверенностью попытками получать и никто не будет вокруг тебя собираться люди собираются вокруг тех кто является источником через кого бог может ободрить помочь поддержать они те которые утверждаются за счет других людей для того чтобы не быть человеком похоти для того чтобы не быть человеком вожделения жены отношения со христом истинная совершенная любовь это тот знаете такой вот финиш да то есть вот та цель которую я уверен бог поставил перед каждым из нас чтобы мы ее достигали и апостол павел пишет достигайте любви то есть двигайтесь направлении той самой настоящей любви чтобы мы с вами были не теми кто не способен восполнить нужды людей в любви что мы с вами не были теми кто не может ничего дать кроме ну каких-то там знаете наставлений сегодня огромное число служителей которые с радостью ответят на любой совершенно богословский вопрос те которые научат вас правильно ходить одеваться жить но не сухие не сухие от них от них не несет вот этой жизнью они их запах он неживительный наверное не потому что они не любимы богом не потому что они какие-то другие нет просто они отдали все что могли не расточили себя и они где-то потеряли вот этот контакт с богом они строили с ним отношения как с царем господином старин начальником и так далее но они не строили отношения с ним как с отцом который их любит они не строили с ним простые 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 отношения я ты можешь просто прийти забраться к богу на колени сесть посидеть просто послушать как бьется его сердце и знаете то самые драгоценные моменты моей жизни когда ты можешь просто прийти посидеть с Богом. Пойти прогуляться по лесу, покататься с Ним на велосипеде, рассказать Ему все, что наболело в твоем сердце. Отцовство Бога – это, наверное, мощнейшая вещь, которая вообще нам дана в жизни. Вот это отцовство. Не начальник, не царь. Он царь и начальник. Это абсолютно истинно, но я говорю сейчас о другом. Я думаю, вы меня понимаете. Он отец. Он любит меня таким, какой есть. И когда я отдаю свою любовь моим врагам, когда я отдаю мою любовь моей семье, когда я отдаю мою любовь моей церкви, я нуждаюсь в том, чтобы то, что я отдал, оно было восполнено. Я знаю, где это сделать. Если вы позаботитесь о том, чтобы это всегда было в достатке, вы никогда не станете пустыней. Никогда не будете нуждаться. Вы никогда не будете вожделеть. Вы никогда не будете гореть похотью. Похоть – это абсолютная противоположность любви. Похоть – она жаждет получить, потому что у нее этого нет. Это, знаете, как вот нереально голодный человек, который идет абсолютно на все ради того, чтобы получить этот кусок хлеба. и когда мы говорим о человеческих отношениях, о взаимоотношениях любви, мы говорим именно об этом. Мы говорим о том, что люди, у которых высохло все внутри, когда их жизнь превратилась в пустыню, они уже не смотрят на условности, они желают обладать, потому что им это нужно. Настоящая любовь. Она говорит, мне это не нужно. Мне не нужна твоя любовь, мне не нужна твоя взаимность, мне не нужны твои признательность, благодарность или еще что-то. У меня есть потребность отдать. У меня много. Вы переживали, когда вы приходите к Богу, проводите какое-то время в Его присутствии, и вас начинает просто распирать. Вам обязательно нужно пойти с кем-то поделиться, кому-то рассказать, за кого-то помолиться, кому-то помочь, подставить плечо или сделать еще что-то. Вас распирает нежелание взять, нежелание бороться, чтобы приобрести. Посмотрите, весь мир смотрит именно в эту сторону. Весь мир, мы говорим, потребительское общество. Общество, которое желает обладать. Мы с вами составляем Божье общество. Общество людей, которое должно быть наполнено жаждой, стремлением отдавать. Но, к сожалению, мы не являемся этими людьми. Мы так же, как и весь мир, жаждем обладать. Жаждем обладать истиной. Почему сегодня столько борьбы вокруг ереси и прочих вещей? Потому что мы желаем обладать полнотой истины. Или эталоном истины. На самом деле, ей обладает только Господь. Ты можешь этим обладать, но ты не будешь бегать и кричать. Ты не будешь рвать это. Итак, Божья любовь, любовь Агапы, любовь жертвенная, любовь отдающая, это та любовь, которая начинается в Боге и, проходя через нас, устремляется в этот мир. Настоящая истинная любовь, она всегда ищет отдавать. Она всегда ищет что-то, что-то оторвать от себя и отдать другому. Она всегда ищет, чем я могу пожертвовать, что я могу отдать, каким образом я могу быть полезным, а не что будет полезно мне и каким образом другие люди могут повлиять на мою потрясающую жизнь. Итак, любви два лица. Лицо похотливое, вожделеющее и лицо смиренное, жаждущее отдавать. Как нам стать теми людьми, которые будут отдавать? Как нам быть теми, кто будет по-настоящему любить? Апостол Павел говорит, достигайте. То есть, первое, что необходимо сделать, друзья, это поставить перед собой эту цель. То есть, действительно стать тем человеком, который стремится стать человеком любви. Если вы не поставите перед собой эту цель, она сама по себе не появится. И сама по себе любовь не станет частью вашей жизни. Шаг за шагом потихонечку начинать любить. Шаг за шагом потихонечку начать правильно реагировать на происходящие события. Любовь не просто должна стать вашим проявлением, а должна стать сущностью. Сущностью нашей с вами жизни. Это очень важно. Мы с вами должны стать теми людьми, которые по-настоящему любят. И если в нас этого нет, нам нужно поставить перед собой такую цель. Достичь этой любви. Знаете, эгоизм, он присущ, наверное, абсолютно всем, кроме Бога. И мы никогда с ним не справимся. Это просто невозможно. Потому что, как только мы начинаем с ним бороться, мы как бы становимся, переходим на поле вот этого вот недостатка, и начинаем играть по его правилам. Это то же самое, как, знаете, Бог говорит, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Мы не боремся со злом. Мы не боремся с эгоизмом. Мы не боремся с похотью. Мы не боремся с вожделением. Мы отвечаем на все эти вещи любовью. Мы отдаем. Мы жертвуем. Вот знаете, что делает дьявол? Он сеет ненависть. Мы не пытаемся вырывать эту ненависть. Мы не пытаемся с ней бороться. Мы сеем любовь. Это наш ответ. Если вы хотите достигать настоящей любви, вам нужно, во-первых, строить отношения с Богом, как я уже говорил, а во-вторых, нужно постоянно эту любовь проявлять. Нужно постоянно отвечать на абсолютно все вызовы мира. Нужно отвечать любовью. Наши враги не будут бить нас, но мы должны продолжать их любить. Наши недруги, наши противники, наши оппоненты, наши даже близкие друзья, они будут причинять нам страдания. Мы должны отвечать прощением. Мы должны отвечать принятием. Мы должны как минимум начать с того, чтобы не отвечать отвержением, не отвечать ненавистью, не отвечать чем-то негативным. И это, наверное, невозможно, если вы не будете искать утешения в Боге. Да не, наверное, а 100%. Итак, если мы с вами хотим обладать, мы не любим. Если мы хотим получать и восполнять нужды, мы не любим. Если же мы любим, то для нас абсолютно не важно, как отреагирует человек на нашу любовь. Если мы по-настоящему любим, для нас абсолютно не важно, что примет он эту любовь или отвергнет. Если вы приходите в присутствие Бога, вы наполняетесь его любовью, вас распирает желание отдавать. Вы наполняетесь этим желанием. И возьмите любой сосуд, абсолютно любой сосуд, возьмите и наполните его доверху водой. Он не нуждается в том, чтобы его еще наполнили. Для того, чтобы его еще наполнить, его нужно сначала опустошить. Так вот, Божья любовь, если она наполняет тебя, она полностью уничтожает, она полностью лишает тебя похоти, она полностью убивает в тебе вожделение. Если ты действительно любишь, если ты наполнен этой любовью, не остается никакого места ничему негативному внутри тебя. Никакой потребительской любви, никаким потребительским намерением. Остается только желание отдавать. И знаете, когда вы запускаете этот процесс, вы начинаете отдавать, вы начинаете приходить и зачерпывать этого Бога, то это, знаете, это как конвейер. Это как конвейер, вы всегда полны. Нет вообще момента в жизни, в истории, когда бы вы не переживали Божью любовь. Вам не нужно бежать в Иерусалим, чтобы наполниться Божьей любовью. Он всегда в нас. Дух Святой всегда в нас. В римлянам, да, в пятой главе написано, что любовь Божья, она излила сердца наши Духом Святым, данным нам. И в этот момент мы получили источник любви непосредственно в наше сердце. Все, что нужно, это постоянно наполняться. Постоянно, постоянно, постоянно наполняться его любовью. И отдавать, и отдавать, и отдавать. Итак, у любви два лица. Это похоть и вожделение, когда ты ищешь восполнение своих нужд в других людях. И это истинная любовь Агапы, когда все твои нужды, все твои потребности уже восполнены Богом. И ты не нуждаешься в том, чтобы кто-то другой восполнял это. Тем более, что любовь Божья, в которая приходит в твою жизнь и в мою жизнь, она превосходнее любви абсолютно всех остальных. Абсолютно. И ты уже не хочешь ничего другого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok